Знаковым событием для Беларуси стало воссоздание белорусскими мастерами на престольного креста Туровской епархии XII-XIII веков. Он был утрачен после землетрясения, разрушившего собор. Крест сделан в полном соответствии с аналогами – кипарисовое основание, драгоценные материалы и ручная работа. Чтобы добиться соответствия традициям, необходимо было научиться мыслить как средневековый человек и воссоздать древнюю технологию. И это белорусским мастерам удалось. О том, как создавалась копия креста в материале наших белорусских корреспондентов. Первые сведения о Туровском кресте появились в 60-х годах прошлого века. Элементы креста, свинцовое изображение Пресвятой Богородицы и Трех Святых, святителя Кирилла Туровского, преподобного Авраамия Смоленского и великомученицы Варвары, были найдены известным белорусским археологом Петром Лысенко. Спустя почти 60 лет о кресте заговорили вновь. И больше того, воссоздали его копию в двух экземплярах. Восстановленный крест будет храниться в Турове, а его копия в Минске. В первый крест вложены частицы креста Господня, дар митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха всей Беларуси, а также частицы мощей святителя Николая, апостола Андрея Первозванного и великомученицы Варвары. Работы по воссозданию святыни начались еще в 2018 году. Святыню украшают образы святителя Кирилла Туровского, благоверного князя Андрея Боголюбского и мученицы Варвары. На боковых рукавах креста – изображение апостолов Петра и Павла. Изображенные на кресте святые так или иначе были связаны с белорусской землей, с Туровским княжеством. Восстановление святыни доверили ювелиру Олегу Ермоловичу. Крест я увидел его на стенах, на фресках Софии Киевской, причем в таких же пропорциях, в такой форме. Даже орнамент в виде зерни, в виде зернышек разделения по секторам креста, то, что подвергалось наибольшей критике, оно зримо. На сегодняшний день изделие выглядит абсолютно законченным, лаконичным. Оно выглядит как изделие 12-13 века. Работа по реконструкции креста, от воссоздания исторического облика до воплощения, была непростой. Изначально не было никаких документальных источников относительно того, как выглядел крест. Когда шли размышления, каким образом должен крест выглядеть и как эти могли иконки изображаться, я пришел к выводу, что сама по себе свинцовая иконка получается в процессе чеканки через свинец золотого образа. Просто банально. Золотая пластинка, бронзовая форма, кусок свинца, несколько ударов молотка. Самое интересное, что особенности вот такой отбивочки свинцовой, они получились у нас точно с такими же особенностями, как на найденных иконках. Это особенности глаз, особенности носика, губ. Оно не добито. Потом иконка при желании могла художественно обрабатываться. Внешняя часть святыни украшена драгоценными и полудрагоценными камнями. Это лазуриты, гранаты и зеленый изумруд. Выращены в лаборатории Национальной академии наук. На престольный крест в 12-13 веках находился в каждой из епархий. В значимые для города и княжества дни святыня выносилась на всеобщее поклонение и служила в некотором роде символом единства и объединения. Воссозданный Туровский крест также призван стать символом. Символом возрождения духовных традиций общества. Увидеть святыню можно в Церковно-историческом музее в Минске. Информационный портал Собор Бай для телеканала Союз.